всем привет спасибо вам за то что пишите комментарии под моими монологами я повторяю это каждый раз потому что мне действительно приятно и интересно читать и узнавать то о чем вы думаете как вы относитесь к той или иной пластинке к той или иной музыке хотя музыка едина на самом деле нет вообще никаких различий она она есть вся целиком и сразу но это не важно я хочу сказать вот что какие мы все идиоты и какой я тоже я имею ввиду все мои метание все мои и ваше метание все мои критические настроения все мои поиски чего-то невероятно сложного невероятно умного это ничего не приводит потому что я тоже прошел через период когда была забыта моя группа deep apple и был период когда весьма скептически относился к музыке deep apple и совершенно напрасно потому что по прошествии лет по прошествии многих лет по прошествии долгих лет и десятков тонн переслушанных пластинок я могу сказать что deep apple это одна из удивительнейших групп интереснейших глубочайших и ну совершенно ни на что ни на кого ни на что не похожих такой штучный товар такая единственная какая-то вещь в себе это правда да это можно можно смеяться над этим там я я на самом деле вы же знаете я обожаю панк-рок люблю джаз люблю так называемые не буду называть обозначать этот термин сложный рок с элементами авангарда и там ставками из классической музыки и и проще 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 я в общем много чего люблю и очень много чего слышал но вот когда начинаешь переслушивать deep apple уже в зрелом возрасте так скажем то понимаешь что я был прав в раннем детстве когда впервые услышал эту группу она мне понравилась безусловно и потом долго 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 нравилось потом пришло другое время изменилось мы стали слушать другую музыку совершенно и как-то это забросили вот эту штуку deep apple я имею ввиду и напрасно потому что повторюсь еще раз уникальнейший коллектив прекрасных музыкантов ну конечно youtube блогеры разные гитарные всяко-разно склоняют речи blackmore что что невероятно смешно невероятно смешно просто удивительно но вчера наткнулся не помню как его зовут какой-то такой худенький гитарный блогер который долго рассказывал про ричи blackmore в очень таком комплементарном тоне и правильно делал да и я там действительно вспомнил многие вещи слушая этого блогера замечательно переслушал вот этот альбом которыми я давным-давно стоит на полке англичанин настоящий первый пресс свое время купила вас просто с трепетом душевном ведь как блестит а ложечка даже это вот те самые первопрессы тех лет со вкладочкой такой потертый немножко но но зато родной прямо вот настоящий настоящий хороший такой классный вообще у меня все классники дикаку есть я их слушал очень редко последние годы когда покупал конечно слышу вспоминал свое детство свои школьные годы а потом такое количество всякой разной музыки что как-то иногда забываешь у меня несколько групп есть я говорил уже которые собраны в полном объеме но слушая их очень редко где попал кстати говоря слушаю гораздо чаще чем пинк флойд пинк флойд не слушаю вообще но он у меня стоит я про него иногда рассказываю буду рассказывать кстати говоря я очень интересно очень интересный комментарий который потом после моих рассказов появится так вот вот эта пластинка ходу бисынг ходу бисынг вы меня отношение который у критиков было и есть очень плохое очень плохое у тех кто любит дипепл такой первой любовью я бы сказал внешней любовью внешнюю сторону русский дипепл отношение тоже плохое я помню когда мы говорили с дмитрием юрьевичем пучковым про дипепл мы тоже так похихикали по улыбались дмитрий юрич любит музыку дипепл такую как бы сказать конкретно каноническую хотя у него есть музыкальное образование небольшое разбирается в этом деле но тем не менее как-то некоторые вещи проходят мимо вероятно мы вернемся с ним к этому разговору еще вот и мы так подхихикивали потому что упор был сделан в беседе именно на каноническое звучание на внешнюю сторону дипепл там файбл ин рок вот эти все дела такие а этот альбом он совершенно другой он вообще не похож ни на файбл ни на ин рок ни на что вот это самое и именно поэтому я так понимаю что критики и разругали эту пластинку когда она вышла ну тем более что все знали о том что отношения в группе были уже тяжелые blackmore с я нам гилланом едва ли не дрались но до драки не доходило дело но тем не менее уже практически не разговаривали друг с другом так же как со всеми остальными музыкантами группы дипепл в общем все было очень сложно альбом нужно было выпускать компания подстегила поджимала что давайте 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 бесконечные гастроли все устали тур страшный только что там закончился кстати говоря последний концерт они дали этим составу всеми с третьем году альбом нужно нужно было гнать они выгнали выпускали потом blackmore сказал альбом получился плохой гиллан тоже сказал что альбом получился плохое и критики все это так сеть объяли и написали свои вонючие поганые гнусные рецензии о том что альбом плохой альбом плохое что вы понимаете придурки плохой альбом альбом я не знаю я я не скажу что гениальный но настолько хорош настолько он неожиданен настолько музыкален что мама дорогая и здесь понимаешь сразу что группа дипепл это группа которая может играть все вообще все что угодно и уникальность ее в том заключается что здесь собраны музыканты которые все которые тебе и джаз и блюз и рок-н-ролл и тяжелый рок и джимми хендрикс и классическая музыка и современная классическая музыка и все это органично сплетено собрано в единый такой вот ком в единый коллектив в единый организм и все это мы слышим в музыке диппел это не просто там какой-то металл крутой дали хард-рок прямой там на рифе построены здесь столько всего наверчено в диппел такое количество музыки именно я повторю такое количество музыки и этот альбом конечно не понравилось потому что очень много всего здесь единственная песня которая похожа на старый привычный диппел но старый условно потому что три года прошло с момента появления in rock ну наверное это smooth dancer такой риф напоминает что-то файбл пошла прямая такая история все и можно там четвертая песня на первой стороне люди уже могут вздохнуть но наконец-то вспомнили свое заиграли то что надо но нет нет извините бешеная шизофреническая соло совершенно лорда заобработанная флэнджеры фейзеры там все закручено еще и если вот этот его работает бесконечный вентилятор крутится они вентилятор смысле динамика как вентилятор и все это улетает в космос и такой здравствуй джимми хендрикс просто вспоминается сразу плотинка electric lady land хендрикса которая тоже вся вот в пространстве по панораме вся разлетается разъезжается вот это вот все и как бы да ну допустим да мы потом еще и соло blackmore и потом еще и модуляция вдруг неожиданная которая так вроде как не читается но психологически влияет все равно на слушателей книгу слушатель привыкший к файбл уже говорит что это что-то что-то нету что-то они заиграли нет нет не такое ну все остальное тоже работаю песня первая на второй стороне это просто джеймс браун какой-то вдруг неожиданно проснулся появился какая-то африка пошла в барабанах в басу во всех во всех делах потом это африка вдруг неожиданно переходит в удивительно соло джона лорда со звуком клавесина на него наложен сверху еще органчик и такое квазиклассическое построение вдруг при прямо какой средневековье какой-то бешеная начинается после этого джеймса брауна очень странно очень как-то непривычно что это что это они играют такое вроде красиво но совершенно не так не похоже ни на что и потом опять blackmore и понеслось и все все как-то вот так вот странно но так красиво так глубоко так много всего если мне не нравится place in line песня наверное просто не хватало материала записали этот странный блюз который переходит в рок-н-ролл потом опять в блюз но сыгранная хорошо а у леди это привет из первых трех альбомов deep apple такой психоделический гимн напоминающий отчасти и ванилла фадж там и все и первый ну как я уже сказал первый альбом и deep apple психоделический гимн прямо из конце шестидесятых красивый джон лорд оторвался глубокими такими мощнейшими аккордами органы и такое построение просто то ли это то ли это кот то ли это док можно так сказать ну и то ли это кусочек опера джиза край суперстар то ли то ли это как это дружба с ванилой фадж но тем не менее очень интересно первая сторона вышибает мозг совсем сразу одна песня woman from tokyo казалось бы да все ее знают все ее помнят но начните копать эту песню там мама дорогая что такое с барабанов начинаем да потом риф который играет блэкмор потом этот риф перехватывает джон лорд и слушайте как играть здесь блэкмор и не слушайте youtube этих дуд блогеров которые говоришь блэкморк не умеет ли играть ричи блэкморк на гитаре старость не радость да ну 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 спорить пускай спорит там умеет ли ли перехватил риф лорд блэкмор раз в сторонку отошел и такие фразочки в дуэте с органом идет диалог очень круто сделано очень круто мощный звук органа и ответ гитарный блэкмора чудо просто чудо просто здорово ну и начинается запев куплет припев все все мощно круто ломит гловер чудеса выдает на бас-гитаре просто чудеса настолько четко насколько с одной стороны машина с другой стороны так интересно играет интересно и очень мощно у него напор басовый такой я очень люблю как недавно говорил о том как горит этой дэн играет вера и хип на гитаре очень много по полифонично с такими какими-то своими идеями неожиданными но у него нет такой такой подачи такого наката как угловера ловер тоже играет много интересно тоже уходит в сторону порой ну такую не такое давление такой прессинг идет и неожиданно лирическая часть лирическое отступление появляется фортепиано все затихает фортепиано помним да играет аккорды вверх 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 снизу выплывает органчик поддерживает вот эти вот самые поднимающиеся аккорды потом все затихает и вдруг ритмично громкость вылезает на организм и пошла дальше песня фантастика мэри лонг удивительная штука которую если он from tokyo после игры blackmore риф играет орган здесь риф играет blackmore а потом когда начинается песня black war начинает играть так как кит ричардс rolling stones вешает аккордики такие очень очень неожиданно очень неожиданная игра ну и потом слова конечно его все в порядке все здорово финал такой квази восточной с распевкой гиллана супер трупер ярость ярость фленджеры фейзер вот эти вот взрывы органа ну взрывов здесь и в мэри лонг и woman from tokyo все эти синтезаторные шумы синтезаторные ветры ураганы все присутствует безумно интересная пластинка безумно столько такая тонкость аранжировок здесь такая глубина так все умно сделано что любо дорого это одна из наверно первых 73 год нет не первых но одна из самых значимых нами пластинок так называемого прогрессивного рока что хотите про меня думаете но это никакой не тяжелый рок это настоять ну тяжелый пускай будет тяжелый но скажем прогрессивный очень сложно очень круто woman from tokyo когда еще лорд начинает собой как кабацкий солунный такой играть рисуночек такой прямо прямо привет так honky-tonk woman просто пошел а потом раз и все снова теперь пошел пить пока